Что ж, мы должны вернуться обратно после всех наших споров и замечаний Аристотелю и заново прочесть тот отрывок, на котором мы остановились. 10.95.b.15. Это ваше 5 латинское. Хорошо. Продолжим рассуждение с того места, где мы отошли в сторону, видимо, небезосновательное благо и счастье представляют себе, исходя из собственного образа жизни. Собственно, большинство, то есть люди весьма грубые, разумеют под благом и счастьем удовольствие, а потому для них желанная жизнь, полное наслаждений. Существует ведь три основных образа жизни. Во-первых, только что упомянутые, во-вторых, политические и в-третьих, созерцательные. Да, значит, три образа жизни. Соответственно, мы ждём три представления о благе, соответствующем прямо этим образом жизни. Первый, понятно, благо – это удовольствие. Что же может быть ещё? И большинство, сознательно избирая скотский образ жизни, полностью обнаруживают свою низменность, однако находят оправдание в том, что страсти многих могущественных людей похожи на страсти Сарданапала. Сарданапал – это восточный царь, известный своей суперизнеженностью. Большинство находят утешение, делая свой вывод в том, что некоторые политики, то есть люди политические, то есть второй тип людей, поддерживают их в их устремлениях. Аристотель говорит – нет, ситуация прямо обратная. Некоторые политики принимают точку зрения большинства. Более того, вы видите, что ранее он говорил о грубости, а теперь и вовсе говорит о скотскости. К чему такое ругательство? Неужели Аристотель испытывает такие страшные чувства к данному типу поведения? Нет. Дело в намёке, а именно, если телесные наслаждения становятся основой для того, чтобы быть счастьем, а удовольствие есть счастье, то очевидно, что самые счастливые существа – это какие-нибудь беззаботные звери. Мухи, бабочки, свиньи – вот это вот всё. Потому что они-то уж точно озабочены только телесными удовольствиями, и понятно почему. У них душа состоит только из двух частей, и там ничего, кроме телесности, быть не может. Животные немедленно удовлетворяют все свои желания по мере их возникновения и возможности сделать это, да, то есть удовлетворить их. Поэтому животные всё время должны испытывать максимальное удовольствие. Но очевидно, что животные не могут быть счастливыми. Люди достойные и деятельные понимают под благом и счастьем почёт, а цель политического образа жизни почти это и есть. Но такое кажется слишком поверхностным в сравнении с искомым благом. Второй тип людей в соответствии с собственным образом жизни считает, что счастье – это почёт или честь. Действительно считается, что почёт больше зависит от тех, кто его оказывает, нежели от того, кому его оказывают. А в благе мы угадываем нечто внутреннее, присущее и неочуждаемое. Тут несколько замечаний. Конечно же, представление о чести как о счастье или о чести как о благе находится выше, чем представление о счастье как об удовольствии. Понятно почему. У животных уж точно нет чести. Честь только для людей. Однако, аргумент Аристотеля против представления о чести как о счастье довольно любопытный и довольно, надо сказать, действенный. Аристотель говорит, что честь не может быть счастьем, потому что она не присуща людям. Потому что она не внутренняя, она внешняя. Когда мы говорим о высшем благе, высшее благо – это всегда внутреннее благо, не внешнее. Более того, это не просто внутреннее благо, это ещё и внутреннее, присущее, неочуждаемое благо. Но честь зависит от других, а значит она внешняя и отчуждаемая. Соответственно, честь не ведёт к счастью, честь не есть высшее благо. Кроме того, к почёту стремятся, наверное, для того, чтобы удостовериться в собственной добродетели. Поэтому добиваются почёты у людей рассудительных и знакомых, и при том почёта за добродетель. Да. При этом честь у черни ниже, чем честь у более хороших людей. Следовательно, добродетель стоит выше, чем честь. Потому что добродетель гарантирует честь, но честь не гарантирует добродетель. Ясно стало быть, что, по крайней мере, для таких добродетелей лучше почёта. Вероятно, её даже скорее можно представить себе целью политического образа жизни. Да, мы можем сказать, что на самом деле целью политиков является не честь. Целью политиков является добродетель. Но таковой является она только у хороших людей, то есть у добродетельных людей. То есть добродетель – это цель политического образа жизни. Но это автоматически значит, что, если мы возвращаемся обратно к образам жизни, что добродетель не есть цель созерцательной жизни. По крайней мере, не та добродетель, о которой идёт речь. То есть не политическая добродетель, не добродетель нравственная или моральная. А добродетели счастья – это радость? Нет. Пока что мы думаем о том, что счастье – это благо. Затем переходим к тому, что люди называют благом. И говорим себе. Мы легко можем взять, посмотреть на реальность, на окружающую нас действительность, и сказать, есть три базовых точки зрения на то, что такое благо. Первое. Благо – это удовольствие. Его придерживаются немытые массы. Второе. Благо – это честь. Его придерживаются политики. Но проблема заключается в том, что честь внешняя – раз. А во-вторых, действительно, если человек ценит честь, то он ценит честь не со стороны необразованных масс, а он ценит честь со стороны честных или добродетельных людей. А значит, на самом деле целью политики является добродетель. Наконец, у нас есть третий образ жизни – созерцательный. И мы пока не понимаем, что считается за благо в этом созерцательном образе жизни. При этом очень часто благо как цель называется счастьем. Поэтому мы можем сказать – удовольствие ведёт к счастью, добродетель ведёт к счастью, и нечто созерцательное тоже ведёт к счастью. Но, оказывается, она не вполне совпадает с такой целью. В самом деле, обладать добродетелью можно, как кажется, и во время сна, и всю жизнь бездействуя. А кроме того, обладая ею, можно пережить беды, величайшие несчастья. Но того, кто живёт, пожалуй, не назовёшь счастливцем, разве только отстаивая положение своего учения. Да, но это, естественно, несчастный Платон там опять что-то делает. Значит, Аристотель говорит, что счастье не равно добродетель, потому что можно быть добродетельным, бездействуя или испытывая только горе. Ну, в таком стоическом смысле. Ну, ведь добродетельник всегда… Действия. Но пока ещё… Видите, мы же с вами слишком далеко… Да, он пока ещё это не говорит, да. Я уже говорил вам, что бедный не может быть щедрым, и я уже говорил вам, что мы читали из кинофонта, что мудрец может быть несчастным, несмотря на свою мудрость. Значит, счастье связано не с добродетелью, а с воплощением добродетели. О чём и речь пойдёт нынешне. Мы довольны об этом. Об этом ведь достаточно было сказано в сочинениях для широкого круга. Мы видим, да, что это сочинение не для широкого круга. Третий образ жизни созерцательный. Мы рассмотрим его впоследствии. Да, а впоследствии будет сказано, мы его рассмотрели. Жизнь стяжателя как бы неестественна, и богатство – это, конечно, неискомое благо, ибо оно полезно, то есть существует ради чего-то другого. Смотрите, Аристотель не говорил о четвёртом типе деятельности, а теперь говорит о нём почему-то. Этот четвёртый тип деятельности – это экономика. То есть есть черн, есть политики, есть созерцатели, а есть экономисты. Экономы. Он их тактично исключает из чего? Он не говорил о них ранее, почему-то говорит теперь. Потому-то названное ранее удовольствие и почёт скорее можно представить себя целями, ибо они желанны сами по себе. С богатством проблемам богатство нежеланно само по себе. Именно поэтому экономы не были выделены в отдельный тип жизни, в отдельный образ жизни. Потому что богатство не есть цель, а может служить средством либо к получению удовольствия, либо к получению чести. Таким образом, богатый может принадлежать к черни, а может принадлежать к политикам. Мы не можем таким образом убрать экономику из вот этого соревнования между политикой и философией, потому что, по сути, экономика, она независима. Нам не нужны деньги просто так. Нам они нужны, чтобы их тратить на что-то и так далее. У экономиста это как раз противоположная точка зрения. Все остальные искусства нужны для того, чтобы накапливать деньги. Кроме того, искусство экономики может, если вы следуете напрямую ксенофону, может и включать в себя трату денег. То есть только тот обладает имуществом, кто умеет его использовать. Следовательно, только тот обладает деньгами, кто умеет ими пользоваться, кто умеет их тратить. Все трачу я ведь их на что-то конкретное. То есть экономика, она сама по себе, она как бы не является обособленной и независимой. Ей по-любому нужно что-то извне, чтобы существовать. Экономике нужна более внешняя цель, чем экономика. Ну да, то есть она не может сама по себе просто быть. Просто сидеть человеком стекаемый, при этом быть успешным. Тот же аргумент и против политики можно применить. Политика тоже существует ради какой-то цели вне политики. Любая деятельность служит целью вне самой себя. Но по сути любая. Нет, не любая. Есть такие деятельности, цели у которых являются сами эти деятельности. Мы это обсуждали. Но опять же любое взаимодействие людей, оно политическое. Не любое, экономическое взаимодействие людей, не политическое. Видите, у экономики все еще есть возможность сопротивляться. Но Аристотель-то говорит, что на самом деле сопротивляться у нее нет никаких возможностей. Потому что, чтобы мы не считали счастьем, удовольствие или честь, политика определённо ведёт к чести сама по себе. Значит, телесность ведёт к удовольствиям самим по себе. А деньги – это только средства к чести или к удовольствию. Тому-то названное ранее удовольствие, почему скорее можно представить себя целями, ибо они желанны сами по себе. Но оказывается, они не цели, хотя в пользу того, что они цели, приведено много доводов. Итак, оставим это. Да, это, собственно, конец предварительного обсуждения общепринятых благ. И когда это обсуждение заканчивается, наступает время для альтернативы. Есть представление о благе от большинства людей, а есть представление о благе от, значит, главного злодея всей этой истории, а именно от Платона. Платон говорит о том, что благо – это высшая идея, как вы помните. И причем идея – это некая, давайте пока говорить универсалия, на самом деле нет, но давайте пока говорить универсалия, которая полностью отлична от материального мира. То есть она воплощается в партикуляриях в материальном мире, но никогда не воплощается там полностью. При этом чувства, они тоже связаны с этим миром, и чувства тоже партикулярные. В то время как разум не связан с этим миром, разум – это единственное, чем мы можем созерцать идеи. Чувствами нельзя созерцать идеи. Соответственно, только разумом можно познавать идеи, и только с разумом будет связана идея блага и само по себе благо. Проблема в том, что это абсолютно не так, или это очевидно не так из самой теории идей. Когда Платон говорит об идеях, у него на уме две вещи. Вещь номер один – это математика. Чистая идеальная наука, которая имеет всегда дело с идеальными предметами, с цифрами. Эти цифры неизменны, вечны, равны сами себе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но у математики есть проблема. Именно поэтому, на самом деле, Платон отказывается признавать цифры идеями и отказывается ставить математику высоко. В математику геометрия входит? Да, да, да. Но просто то, что есть разные виды геометрии и так далее, это… Нет, ну разные виды геометрии не для греков, да? Но еще вам алгебра и геометрия абсолютно разные. Нет, они не алгебра и геометрия. Они называются вместе мафомета. Знания математика и геометрия. Но для чего представлены разные? Нет, это одно и то же. Почему? А разве он не с геометрией связывает какую-то промежуточную стадию между миром и деньг? Нет, ни то, ни другое не получится. Я сейчас объясню, почему я постараюсь походу. Проблема с математикой буквально следующая. Идея существует только в единичном экземпляре. Никогда по-другому быть не может. Именно в этом ее суть, как универсальный. Но в примере мы имеем две одинаковых идеи. Абсолютно идентичных. Двух идей быть не может. Поэтому цифра – это не идея. Идея обнимает в себя все, что входит в ее понятие. Подразумевается, что каждая цифра – это идея. Да, если могло бы подразумеваться. И это как бы работает логично. Мы ведь не говорим о том, что один конкретный камешек плюс второй конкретный камешек. Понимаете? Когда мы говорим про цифру один, один может быть одна парта, один стол, один камешек, одна черепашка и так далее. То есть кажется, что один – это универсалет, который может включить для все единичные предметы. Кажется, что это идея. Но когда мы берем пример, у нас получается одна идея единицы, и тут же вторая идея единицы. Это невозможно. Идея может быть только одна. Идея единицы только одна, их не может быть две. Но они обе здесь. И они обе абсолютно идеальны и равны сами себе. И при этом еще могут взаимодействовать с Двухом. Если они равны себе, то равно один должно получиться? Нет, если они равны себе, то значит один и одно один. То есть их сложить нельзя? Нет, их сложить можно. Не просто можно, мы это делаем. Нет, если бы они были идеями, их нельзя было бы не сложить. Их две не могло бы быть. Не может быть двух идей справедливости. В принципе. А если не один, то есть один? Какая разница, вы все равно рисуете один, а потом один. Не может быть двух одинаковых идей. То же самое касается геометрии, когда мы, например, берем и говорим себе, что вот этот квадрат, вы представьте, что это квадрат, это, конечно, не квадрат, состоит из абсолютно двух одинаковых треугольников с одинаковыми сторонами и одинаковыми углами. Но идея-то заключается именно в квадрате или в треугольнике? У нас одна идея треугольника, как это правильно называется, равнопедренного, с 90 градусом, у которого, допустим, длина страны 11. И у нас тот же второй треугольник, абсолютно тот же угол и абсолютно те же 11. Они новые идеальные треугольники. То есть мы же не говорим о реальных треугольниках, они не треугольник, у него угол. Их не прямой. И это не треугольник, он скосившийся. Мы говорим об идеальных треугольниках, но они абсолютно одинаковые, их в отсчет возьми два. А хотите, я сейчас сделаю ещё два. А хотите, их будет ещё два. А потом ещё. И так до бесконечности. Они же отличаются на место. Как идеалы. Они ничем не отличаются. Это лечь идёт о этих треугольниках. Лечь идёт о неком идеальном треугольнике. То есть вы каждый раз воображаете себе этот треугольник. Ну, по-моему, как раз таки поэтому и геометрия не... Так и математика нет. Ну, по такой же логике, благо, тогда тоже оно может быть только одним. То есть один человек не может совершать какие-то... Ну, то есть каждый не может совершать правительные поступки, потому что это правительный поступок он может совершать только кто-то да. Нет. Так не выходит и вот почему. Когда Платон говорит о идеях, он всё время говорит, что в реальности они отражаются криво и неполноценно. Это значит, что вы можете совершить сколько угодно поступков, они все попадут в эту идею, все войнут в идею. И ни один из них её отрабатывать не будет. Но с числами так не выходит. Числа нереальны, они уже идеальны. Может же они тоже отражаются. Они могут так сказать, но у нас есть идеальное чисто уже в руках. То есть не будем говорить об одном каменщике. Мы не складываем один каменщик, один каменщик. Мы складываем идеальную единицу и вторую идеальную единицу. А потом еще одну идеальную единицу. У нас идеальных единиц может быть сколько угодно. Именно поэтому цифра это не идея. И геометрическая фигура это не идея. Хотя казалось бы, и то, и другое абсолютно универсальный. А что это? Нет, вопрос не что это тогда, а что идея тогда. Да. Здесь есть, мне кажется, еще более сложная проблема. Потому что мы просто для того, чтобы провести операцию сложивших единиц, должны быть идеи корректины и диамены. Мы же в принципе не можем делать никаких операций над идеями. Идея неизменная и вечная. Мы не можем ничего с ними делать. Нет, ну смотрите. Мы можем делать так с их положениями. С одной идеями мы вообще ничего не можем делать. Да, конечно. Вы с одной стороны правы, с другой стороны не очень. Когда мы берем две единицы и складываем их, получаем двойку, идея в единице и идея в единице, ведь никуда никак не меняется, ничего не происходит. Да, но мы выполняем некоторую операцию. В этом проблема. Мы не можем выполнять операцию в этой теме. Давайте я с вами соглашусь, чтобы не спорить измешнилась. Мы давайте всем вместе согласниться, что математика не может быть идеальной наукой. Она не имеет никакого отношения к этому. У нас возникает право. Самая базовая, самая мощная, самая доступная нам универсалия, математическое и геометрическое знание, не является идеальным знанием. Что же получается? Идея этой не универсалиями. Нет, просто это не идея. У нас это выражение. Нет, это максимум универсалий, который мы можем получить. Потому что, как мы можем сказать, один камень плюс один камень, одна черепашка плюс одна черепашка. И число один включает в себя все возможные вертикулярности, отраженные в реальности, единичных предметов. Точно так же, как треугольник включает в себя, или квадрат включает в себя практически все квадратные фигуры, которые отображены, или которые могут быть восприняты как квадратные, или которые стремятся быть квадратными. А с нулем тогда что делать? Отсутствие предметов, это тоже идея. Не, ну они же в любом где-то в мире существуют. Вот если я скажу, что тут нет стола, то есть столов ноль, это не значит, что их нет вообще. Нет, еще раз хочу. Если мы думаем, если мы все еще пытаемся продолжить эту аналогию, мы себе можем сказать, что идеальный ноль отражается в реальности неполноценно. Каким образом вы заходите в эту комнату, она пустая. Вы говорите, здесь нет вещей. Здесь есть стены. Нет, 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 вещей, 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 да? Это не значит, что вещей во всем мире нет. Идея отразилась криво же, да? Логично. Это значит, что просто в этой комнате ноль. Но ведь... Хорошо, заходите в комнату без стен. Говорите, стен нет. Ноль стен. Но стены-то есть, вот их сколько, миллион. Всяких экстракт. Если мы говорим о том, что цифры, они идеальны... Нет, мы как раз таки не... Мы принимаем вот то, что вот единица, она включает в себя все единицы. Значит, цифры – это единственное, что может идеально отражаться в нашем мире. Значит, ноль тоже может отражаться только идеально в нашем мире. Он не может отражаться искаженно, потому что это такая же цифра. Нет, еще раз, учеб. Одна черепашка явно не равна другой одной черепашке. Понимаете, да? Цифры, как идеальные элементы, искаженно отражаются в нашем мире. Один камешек явно не равен другому камешку. Вы не найдете двух одинаковых камней. Но когда вы складываете их, вы производите идеальную операцию. То же самое с нолем. Ноль идеален. Я складываю черепах. Нет, вы не можете сложить двух черепах. Нет, я знаю, может быть, вы в детстве как-то пытались, но не надо. Александр, вы сказали, что это проблема у Платона. Но Платон, насколько я знаю, в этой Платоно-Пифагорейской концепции, он же не выразил эту как проблему. То есть у него так и остались числа идеальными сущностями, а геометрические фигуры – сущностями промежуточными. Он же не заключил, что, вы знаете, это, в общем, короче, тут у меня проблема, я даже не... Конечно! Именно поэтому Аристотель его и критикует. То есть это проблема, которую выявил Аристотель для Платона? А не Платонском принесется для проблем? Платон, Платон... Если вы не хотите назвать Платона мошенником, то Платон, конечно, столкнулся. И вопрос, зачем ему нужны идеи и теория идей. И мы возвращаемся обратно к нему утверждению о том, что всякая классическая философия – это классическая политическая философия. Платону идеи нужны для конкретных вещей, а не потому, что он верит в идеальный мир. То есть искусством. В смысле искусством? То есть это искусство, он это все искусственное создало. И на улице же нашел, нет? Ну, то есть всякая античная философия – это политическая философия. Да, я хочу сказать, что у него была цепь, которая заставила его придумать эту неполноценную теорию. Что ж, мы возвращаемся обратно. И понимаем, что да, никакого отношения к математике идеи Платона не имеют. Тогда к чему же имеют? Вторым источником платоновских идей может служить мораль. В смысле, за каждым моральным феноменом может и стоит некий абсолют. Не просто абсолют, а абсолют, который позволяет нам увидеть несовершенство этого феномена. Иными словами, каждый закон претенует на то, чтобы быть справедливым. Но про некоторые законы мы готовы согласиться с тем, что они справедливы. Хотя и не 100% справедливы. А про некоторые законы мы можем сказать, что они скорее несправедливы, чем справедливы. И в этом смысле Платона интересуют не универсалии, потому что если бы идеи были универсалиями, то есть если бы идеи каким-то образом отражали реальность, в смысле включали бы в себя целые классы предметов и были бы неким образом эйдосом этого класса предметов, тогда наверняка существовала бы идея заместителя главного бухгалтера. Такого быть не может. Для Платона идеи должны быть ограничены сугубо нравственными или моральными феноменами. То есть мы видим проблемность того или иного морального феномена, но как мы понимаем, что он проблемный? Государство объявляет справедливым за воровство отрубать руки. Почему мы считаем, что именно это является проявлением справедливости или не считаем так? Соседнее государство, мы возвращаемся к проблеме классиков, как раз за воровство руки не отрубает, а сажает в тюрьму. А соседнее не сажает в тюрьму, а назначает штраф. Мы хотим сказать, что это все абсолютно разные деятельности? Нет. Они все явно нацелены на одно и то же и имеют отношение к одному и тому же. Мы хотим сказать, что какая-то из этих практик является абсолютно правильной или лучшей? Нет. Таким образом, объединяя эти моральные феномены в некие группы, мы можем сказать, что все эти моральные феномены пытаются достичь какого-то некоего абсолютного образа этого морального феномена. Это и будет идея. То есть каждый закон пытается быть справедливым, каждое общество пытается быть справедливым, но у него не получается быть справедливым абсолютно, это невозможно. Именно поэтому к каждому обществу мы можем предъявить какие-то претензии по отношению к справедливости. Каждый человек пытается быть мужественным, каждый солдат пытается быть мужественным, но у него не всегда это получается и не получается в полноценной мере. Поэтому мы можем сказать, что он не достигает того идеала, к которому мы должны стремиться. Простой корень слова идея, слово эйдос, это образ или вид или тип вещей. То есть это, строго говоря, эйдос человека – это человеческий род. Не в смысле ваш древний род, а в смысле биологический род. Зачем тогда мы исследуем идеи, а не исследуем отдельные моральные феномены, каждый в свою очередь? Платон, и может быть даже немножко нам ближе ксенофону здесь будет, говорит о том, что как только мы поймем идеи, как только мы поймем целое, мы сможем понять его отображение в реальности, мы сможем понять порядок этих вещей. Помните, Сократ очень заинтересован в языке первоначально. И его любимый софист Продик тоже очень заинтересован в языке. Почему? Потому что язык первоначально и создает эту общность, о которой мы говорили. То есть, что такое гусь, говорит себе Продик. Но не в смысле, что гусь – это, а в смысле, что обозначает слово гусь. Какой тип вещей обозначает слово гусь. Какой тип вещей обозначает слово звезда. Какой тип вещей обозначает слово справедливость. Какой тип феноменов обозначает слово справедливость. Таким образом, когда Платон задаёт себе эти вопросы, в смысле, когда он пытается выяснить, что это за справедливость, он пытается создать идеальную космологию, он пытается придать космосу логос, то есть всё существенное, не всё вообще. Платона не интересует идея заместителя главного бухгалтера, Платона интересует моральное, потому что это нечто решающее в наших жизнях, Платона не интересует второстепенное. Продик интересует второстепенное, он заинтересован в семантике, семиотике, в языке, Платон заинтересован только в главном. Но тут мы возвращаемся обратно на землю, а именно к Аристотелю. Аристотель говорит, мир идей, это, конечно, прекрасно, но мир идей существует независимо от нашего мира. И при этом наш мир никогда не может никакую идею воплотить полностью. Поэтому возникает вопрос, зачем нам это тогда нужно? И Платон говорит Аристотелю, как бы говорит, что, дорогой друг, а как ты собаку от собаки, от несобаки отличишь? Помните, там, идея стольности, вот это вот всё, идея престольности. Как быть? А Аристотель, и я рад, что мы с вами уже начали этот курс с абсолютно дурацкого и некомпетентного моего введения к философии Аристотеля вообще, отвечает, дорогой друг, инглс, о котором ты говоришь, форма, о котором ты говоришь, она находится где? Помните, я всё время обращал ваше внимание на слово форма. Формальная причина. Форма она где? Форма любого живого предмета находится в его душе. Формальная причина означает, что предмет становится собой, когда он развивается до полноценности. Иными словами, идеальная собака – это и есть реальная собака. Форма собаки – это и есть реальная собака. Нам не нужно смотреть на небеса, потому что формы находятся внутри предметов, а не вне их. И в этом смысле Аристотель, с одной стороны, очень трезв и очень понятен и приземлён, а с другой стороны, Платона есть, что на это ответить. Но если реальная собака есть идеальная собака, то как понять, является ли щенок идеальной собакой? Как понять, является ли больная собака идеальной собакой? Если форма есть внутри предмета, и она 100% реализуется, потому что она является ДНК этой сущности, и, соответственно, в этой сущности раскрывается по мере роста и развития, когда та достигает своей цели, то хорошо, является ли лабрадор идеальной собакой? Допустим, даже не щенок лабрадора, не больной лабрадор, а просто лабрадор. Тут же и встанет два вопроса, да, а как бы самец лабрадор или самка лабрадора? Ну, хорошо, лабрадор является идеальной собакой? А чихуахуа? А бульдог? А стофашистский терьер? Это что, всё получается, всё это идеальные собаки? Я хочу показать вам, что у Аристотеля к Платону есть претензии, но у Платона есть что ответить. Но это не отменяет, что к Платону есть претензии. Почему мы не можем говорить, что лабрадор, допустим, просто идеальный лабрадор? Или щенок лабрадора – идеальный щенок лабрадора? Да, мы не можем так говорить, потому что у нас есть лабрадор объединяется родом, и это собака. И тогда получается, какой из видов животных, называемых собаками, является идеальной собакой? Там, где есть разнообразие, есть иерархия, какой-то из них определённо должен быть ближе к собаке. А Аристотель как раз говорит, нет. Помните, у греков-то нет пород собак. Тогда всё, все собаки – собаки. Нет каких-то особенных собак. Зачем придумать пород собак? Нет, это я привёл вам пример, чтобы было видно проблем. Хорошо, да. Может быть, в данной ситуации можно поступить как с разумом? То есть, Аристотель утверждает, что разум – это лучшее, что есть у человека, и чем более человек разумен, тем он лучше и человечнее. Можно, например, тогда и у собаки найти какое-то качество или набор качеств, благодаря которому она будет, не знаю, к своей собачности стремить. Это понятно и красиво, но это разбивается об фютиле Аристотеля. С человеком так круто получается, потому что у него есть третья часть души мыслительная. А с собакой так уже не получается, потому что животная душа у всех животных присутствует. Поэтому нельзя сказать, что у собаки есть какие-то особые свойства. Есть цель собаки, она реально должна существовать, да, потому что телеология. Но мы не можем сказать, какая конкретно собака, она лучшим образом достигает этой цели. То есть, тогда бы нам пришлось сказать, что собака, достигающая собачьей цели, идеальная, и есть идеальная собака. И я не совсем понимаю, как это можно было бы развернуть в реальности. Давайте возьмём коня, да. Цель коня – это война, это перевозить на себе людей. Ну нет же, это цель человека, у меня такой цель людей. Ну перевозить на себе людей давайте. Нет, такой цель у коня. Вы не думаете, что у коня цель перевозить на себе людей? Конечно. У домашних животных цель всегда подчинённая человеку. Это цель домашнего тех животных. Человека домашнего. Я лишь прямо простреливаю. Развивай свои человеческие цели. Конечно. Но именно поэтому они и существуют ради этой цели. Мы должны бы были открыть политику, где Аристотель прямым текстом касается этого вопроса. И говорит, что если вы подумаете над этим по-другому, не конём. Цель свинюшки – стать беконом. То есть она существует только ради этой цели. И достигает своего счастья, в кавычках, только в этой цели. Идеальная свинюшка – это свинюшка, которая лежит в супермаркете. Просто буквально вчера вы когда спрашивали насчёт целей, я предположила, что всё существует ради всего. В том числе вы начали спрашивать, вирус что существует специально, чтобы заражать людей? А сейчас вы говорите абсолютно то же самое, что я говорила вчера. Но при этом вчера вы эту идею опроверглили. Ну вы же сказали, что вы думаете, что деревья существуют, чтобы заражать людей? Или черви существуют? Не знаю, или деревья существуют, чтобы нас обогащать кислородом? Ага, да, да. Чтобы нет. Алистотель… Вы сказали, что нет, это не так, это не правильно. Нет, в прошлый раз я говорил о «диких» животных, а теперь говорю о домашних. Да, но эти домашние всегда при домашних. Ну а деревья, деревья сама диких и домашних. Да, то есть цель яблони – это яблоки приносить нам, разве нет? Да не нам, она сама приносит яблоки на утро. Нет, сама она не приносит плоды, которые невозможно есть. Сама она не приносит яблоки. Значит, у неё нет этой цели, понимаете? Нет, у теперешних яблониц есть. Хорошо. Но это не согласно, это что? Давайте откроем политику. Ладно, ладно. Вот опять ещё один вопрос. Вот насчёт собак, какая собака будет являться идеальной собакой, почему мы не можем уйти ещё дальше и спросить, какое животное считаться будет идеальной? Так не получится, конечно. И то есть и тут придётся выбирать между собаками, между лошадьми или между лошадьми? У нас нет в реальности животных, понимаете, да? Вопрос, какая реальная собака является лучше всего, соответствует идее. А какое реально живое существо лучше всего, соответствует идее? Идея живого существа? Ну да. Живое. Вы видите, да, что это слишком живое, это слишком общая идея. Всякое живое существо идеально соответствует идее живого существа. Оно живое. Но ответ Аристотеля же, помните, да, что на самом деле любая собака, полностью развившаяся, есть идеальная собака. То есть она достигла своей формы пиковой. Любое реально существующее существо достигает своей идеальной формы, своей формы. Итак, открываем политику. Я уже ничего не могу с вами сделать. Придётся. Извините, можно еще одна справочка? Давайте. Я уже упоминала, у нас была теория справедливости, и у нас была концепция... Кто использовал вас в этой теории справедливости? Кто этот злодей? Хорошо. И значит, у нас была экологическая, да, какая вам справедливость? Да. Концепция экологической справедливости подразумевает, что мы сейчас, значит, какую-нибудь теорию в этом не относительно животных в этом мире. И проблема этих концепций в том, что мы не можем за животных решить, что им лучше. Мы не можем решить, мы можем познать, да. Да, то есть это мы принимаем решение, поступать тигра в церкви или нет? Но это не цель тигра, абсолютно, так что это не цель лошади. 12.54.B. 5.11. Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом, как господин, а разум над нашими стремлениями, как государственный муж. Отсюда ясно, столь естественно и полезно для тела быть подчинение у души, для подверженной эффектам части души, быть подчинение у разума и рассудочного элемента души. И наоборот, как всегда получается, вред при равном или обратном соотношении. То же самое положение остаётся в силе в отношении человека и остальных живых существ. Так домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие. И для всех домашних животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека. Так они приобщаются к своему благу. Да. Этого достаточно. Этого достаточно. Это просто не живу. Серьёзно. Это какие-то классические политические задействия. Просто целый. Ну, это... Мы там дальше не дочитали, там ещё хуже дальше, поэтому да. Я хочу маленькое замечание сделать. Так, конечно. Потому что всякое живое существо будет соответствовать идеалу живого существа. Наиболее долгое живущее будет ближе к диалогу живого, чем на применение долгое живущее. Я бы сказал тогда не наиболее долгое живущее, а на любое активно живущее. Нет. Нет, почему? Смотрите, живое существо речь не идёт в термине живое существо, речь не идёт о длительности. Речь идёт о жизни. У вас, простите, только два состояния. Ни живо, либо мёртвое. Чем дольше оно не мёртвое, тем дольше оно живое. Но всякое... Смотрите, нам всякое живое существо одинаково живое. Да, поэтому единственное, чем мы можем верить. Я бы предложил второй критерий, активность. Активность. Активно живое, это как? Активность для вас называется? Активность для вас, это не так. Активность для вас будет направлена против вас. И в этом смысле он достигнет своего блага, мне кажется, больше тренировок, чем наше. Вопросы инфинуации. Ну, по-моему, это наставит инфидивно очевидно. Я просто, знаешь, понимаю, что я имею в виду полуактивности. Что мы имеем в виду под жизнью? Мы имеем в виду дыхание, питание, размножение или что-то ещё? Существование в качестве живого. Нет, ваше определение зациклено. Жизнь – это существование в качестве живого. Ну, понятно, да. Что мы имеем в виду здесь под жизнью? У нас даже кристаллы растут здесь. Вот, и именно поэтому рост питания и размножение, наверное, не имеет... Мы можем относить как вторичное. Что более показатель жизни, чем рост питания и размножения. То есть у нас есть большее жизнь и меньшее, но это было отношение кристическое. Ну, хорошо. У нас даже если мы базово имеем какие-то критерии, то мы можем верить только в лительность. Потому что на критерии мы можем сравнивать данную ситуацию. Ну, нет, почему? Мы всё ещё можем сравнивать активность? Но их... Более активность... Нет, более активность в жизни и менее активность в жизни. Хорошо. Давайте предположим, что в жизни это движение. Больше движения, меньше движения. Но чем дальше... Чем дальше... Нет, потенциал движения и реализация потенциала движения это разные вещи. Давайте я какую-нибудь... Как сумасшедший, будет эффективнее, чем черепах, который живёт нас в 200 лет. Вы не поверите, но современная медицинская теория говорит о том, что количество ударов сердца у всех животных за их цикл жизни примерно одинаковое. Иными словами, у калибри сердце бьётся 3000 ударов в минуту или сколько там оно бьётся. Именно поэтому калибри живёт, условно говоря, 3 года. А у исландской акулы, которая живёт по 300-400 лет, сердце бьётся просто медленнее. А количество ударов абсолютно такое же. Активность... А то, что я активность в жизни, может, не ходить на обои. Нет, активность в жизни у них абсолютно разная. Ударь из сердца. Нет, если в длину, конечно, брать. Ладно. Я активность в таком случае. Это акула или калибри? Я бы хотел сказать, что человек. Но если его есть акула и кусает калибри, и клюёт калибри, то, наверное, уже не очень. Хорошо, вернёмся обратно к Платону. Правильно же, мы всё ещё говорим про Платона. Лучше всё-таки рассмотреть плаву как общее понятие и задаться вопросом, в каком смысле о нём говорят, хотя именно такое изыскание вызывает неловкость, потому что идеи вели близкие нам люди. Вы заметите, это в скобочках указано Филой Андрес, и это, собственно, Платон не друг, но истина дала всё. И всё-таки, наверное, лучше, во всяком случае, это наш долг ради спасения истины отказаться даже от дорогого и близкого, особенно если мы философы. Ведь хотя и то, и другое долг благочестия, истину чтить выше. Основатели этого учения не создали идей, внутри которых определялось бы первичное и вторичное. Именно поэтому не создали они идею чисел. Да, а Листотель прекрасно понимает, что нет идеи числа. Что же касается блага, то оно определяется в категориях сути качества и отношений, а между тем существующее само по себе. То есть сущность по природе первичнее отношение, последнее походит на отросток, на вторичное свойство сущего. А значит, общая идея для всего этого невозможна. Да. Благо не есть сущее. И это тоже большая проблема. И вот если благо имеет столько же значений, сколько и бытие, так в категории сути блага определяется, например, как Бог и ум, в категории качества, например, как добродетель, в категории количества, как мера, в категории отношения, как полезные, в категории времени, как своевременность, в категории пространства, как удобное положение и так далее, то ясно, что благо не может быть чем-то всеобъемлющим, общим и единым. Так как благо не сущность, оно не может быть единичным. Ведь тогда оно определялось бы не во всех категориях, а только в одной. Далее, поскольку для всего, что объединяется одной идеей, существует одна наука, то и для всех благ существовала бы какая-то одна наука. В действительности же наук много даже для благ, попадающих под одну категорию. Так, например, благо с точки зрения своевременности, если речь идёт о войне, определяется военачальем. А если речь идёт о болезни – врачеванием. Или благо с точки зрения меры для питания определяется врачеванием, а для телесных нагрузок – гимнастикой. Вы видите, снова Аристотель, ну, аргумент оставим в покое, это аргумент такой простой. Вы видите, Аристотель вдруг зачем-то дважды упоминает врачевание для разных абсолютно целей. Если речь идёт о болезни, то благо это врачевание. А если для меры питания, то благо это врачевание. Но он что, не мог как бы вычеркнуть одно врачевание и оставить одно занятие, одна цель? Нет, не мог. Два врача нужны, чтобы показать проблему, что существуют такие искусства, которые одновременно преследуют два блага. До этого об этом никогда не говорилось. Говорилось, искусство может преследовать благо либо в самом себе, либо вне себя. Но речь всегда шла об единственном благе. Цель врачевания – это здоровье. Теперь говорится, нет, есть такие искусства, которые могут преследовать два блага. Мы можем немного шире себе это представить и сказать. Есть такие искусства, которые могут преследовать два блага. Одно внутри себя, а другое – вне себя. Может возникнуть вопрос, что же всё-таки хотят сказать, добавляя само по себе к отдельному понятию? Коль скоро человек сам по себе, а человек – одно и то же, а именно понятие «человек». Да, и Аристотель нападает на всех отвратительных писак а-ля Кант, Гегель и прочие ненавистники человечества, которые зачем-то начинают употреблять сложные философские понятия, такие как «само по себе». Аристотель говорит, а чем человек сам по себе отличается от человека? В самом деле, в той мере, в какой речь живёт о человеке, человек и сам по себе человек, не различаются между собой, а если так, то благо само по себе и частное благо тоже отличаются именно как блага. К тому же благо само по себе не будет благом в большей степени, чем частное благо, даже от того, что оно вечное. Раз уж долговечный белый предмет, беле долговечного. Недолговечного. Вы видите аргумент, давайте его немножко потихоньку разбирать. Итак, Платон говорит, что есть некая идея блага, которая есть благо само по себе. Аристотель говорит, тут есть проблема, друг. Во-первых, чем отличается человек от человека самого по себе? То есть благо от благо самого по себе. Разве конкретное благо тоже не благо? Ну, очевидно, благо, раз мы его называем благом. Второе замечание. На каком основании мы считаем, что благо само по себе, то есть идея блага, находится выше или является лучшим, чем реальное благо? И приводит единственный аргумент, который мог бы, как ему кажется, привести Платон. А именно, благо само по себе лучше, чем отдельное проявление блага и выше, чем отдельное проявление блага, потому что оно вечно. Аристотель говорит, белая вата лучше, чем белый снег, потому что белый снег растает, а белая вата нет. От того, что нечто белое дольше длится, оно белее не становится. И этот аргумент предполагает, что Аристотель предполагает изменение перспективы. Платон, как тот ужасный философ Удиагина Уэрского, по-моему, пармонит, который, помните, всё время на звёзды смотрел и в лужу упал. Платон всё время смотрит вверх, он голову задрал. Аристотель говорит, надо сменить перспективу, надо смотреть вниз. То есть мы уже смотрим на мир, как на идеальный мир. Нам не нужно смотреть вверх, нам не нужны боги, нам не нужно надмирное. Мы должны смотреть вниз и видеть то, что реально происходит, и это реальное воспринимать как идеальное. И теория форм Аристотеля, она как раз об этом и говорит. Реальная собака 100% воплощает форму собаки. Никаких других поводов для того, чтобы поднять голову вверх, у нас нет. Это изменение перспективы, это приземлённость перспективы, делает политическую науку Аристотеля основанием для будущей политической науки в современном смысле этого слова. Никола Маккиавелли не Платон читал. Никола Маккиавелли Аристотеля читал так, что в государе даже цитирует, причём целыми кусками. И, соответственно, мы абсолютно согласны с тем, что Никола Маккиавелли – это основатель современной политической науки. Основание это выглядит следующим образом. Я выкинул говорить Маккиавелли, при этом цитирую Аристотеля, в окно всех стариков, которые там что-то про идеальное государство говорили. Нас не должно интересовать, как должно быть. Нас должно интересовать, как есть. И вот на этом, как есть, мы должны построить хорошую, крепкую политическую науку. Так Аристотель говорит то же самое. Нас не должно интересовать, как должно быть. Нас не должны интересовать идеальные предметы. Нас должны интересовать реальные предметы. И только смотря на реальные предметы, мы можем каким-то образом полученное знание к реальности применить. Мы возвращаемся обратно. Аристотель говорит, что золотой стандарт – не золотой стандарт. Платон говорит, что золотой стандарт – это золотой стандарт. Аристотель говорит, вот и смотри туда, на небеса, и падай в лужи. А я буду смотреть себе под ноги, и мы на этом построим мир. И мы построили. Да. И мы построили. Получается, философы, где нам не нужны. И мы построили такой мир, где философы, где они не востребованы. Нет, подождите. Он настолько оказался востребованным, что мы на нём построили мир. Такой, где философы не нужны. С точки зрения Аристотеля философ не может находиться внутри общества, внутри политики. Он должен находиться вне. Именно поэтому, естественно, что общество не должно быть заинтересовано в его существовании и вообще ни его внимания обращать не должно. Так проще ему существовать. Кроме того, мы, конечно, построили, но я ведь начал, когда говорил об актуальности Аристотеля, с того, что мы сейчас-то на перепути, и вообще нам не нравится то, что мы построили, и что-то бы и надо другое строить. Но для того, чтобы понять, что мы построили, надо понять, как вообще так получилось. Как так-то, как теперь принято говорить. И вот Аристотель один из тех, кто открывает нам это, как так получилось. На этой замечательной ноте, я обещал вам, что мы сегодня закончим пораньше, и мы должны остановиться.